Прежде всего, концепция национальной безопасности. Ситуация меняется, вы лучше меня это понимаете и знаете. Привлечены были к подготовке прежних концепций. На каком уровне мы сегодня находимся при подготовке новой редакции концепции национальной безопасности. При этом я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете Безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических и так далее. Мы должны честно приписать те риски, угрозы, которые существуют и наша реакция на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать, чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать, все надо делать честно. Если мы с Россией, значит мы с Россией, мы создали оборонное пространство. У нас общие вооруженные силы фактически. Наша армия на острие. Региональная группировка. Да, региональная группировка. Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее. А что тут удивительно? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Ну, им надо эти чрезвычайные происшествия, поэтому они и будут писать. Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали, и особенно в нашем обществе, каким образом мы будем защищаться, как будем обороняться, какие будут наши действия. В связи с этим вопрос, который мы не предусматривали сегодня. Но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал вам, Министерству обороны, всем силовым структурам, с учетом уже нашего опыта, с времен начала специальной военной операции России в Украине, проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создание батальонных тактических групп, прикрытие границы, какова сейчас ситуация, и как мы дальше там будем действовать. И как мы будем прикрывать северо-западную границу, там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там на Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю, через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником. Дальше второй вопрос. Совет Безопасности по поручению президента анализирует ситуацию в силовых структурах и информирует президента. По поручению президента координирует определенные мероприятия, что вы и делали. Вплоть до проведения конкретных учений. Ну, а как человек военный, бывший начальник генштаба, наверное, да, и чрезмерно вникает в детали. Это хорошо. Это хорошо. В детали я имею в виду недавно командно-штабное учение было и так далее, как оно прошло. Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет, поэтому я знаю, как это умеют преподносить. Всегда скрыть чего-то там негативного, лучшее показать. Лучшего было много. Хорошего было много, по моим данным. Но вы мне должны меня проинформировать, а что вскрылось, ну, не негативного, допустим, над чем еще надо работать. Ситуация очень серьезная, я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени. Значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, те, которые приписаны к этой части. Значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять. Значит, надо. Надо народное ополчение проверить там, на месте. Что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие. Значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать. И это у вас все должно быть под контролем. Правильно вы поднимаете вопрос информационной безопасности. Вопрос вопросу. Сейчас идет война, прежде всего, в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все от журналиста до президента. Война войной. Информационная война – это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты, районки и прочей какой-то газеты частной. И заканчивая интернетом. Везде должны активно работать. Скажу откровенно, администрация президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что госсекретарь к этому должен быть подключен. Так и работаем с прислугами. Это будет хорошая опора для наших определенных действий в СМИ. Но хочу вас уберечь от всяких фейков. Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Нам надо показывать реальную действительность. В конце концов, это побеждает. Фейк – это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейки. Не надо давать ложную, неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться. Ну и по поводу усиления работы с республиканскими органами власти. Не обсуждается. Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть. Нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы. Вот пример могу привести. В интернете раскручивался вопрос, что в какой-то частной школе или возле частной школы парень там, ученик, выстрелил с пистолета, попал девочке в глаз, она была в очках. Это был не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет. Детский пистолет с резиновыми, так называемыми, шариками этим. Он попал, разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне министр внутренних дел за выходные доложил. Частная школа. Частная школа. Откуда? Какая? Что это за школа 26 учеников? Начали разбираться. Она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. Ну, в общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми? Начали разбираться. А там руководство школы, ну, это по первой информации и прочее. Они же на дух не воспринимают государство белорусское. Это что? Это что там? Муть какая-то? Какая-то клака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну, что это за школа? Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы. Это не та сфера, где мы шутить должны. Вот, казалось бы, смело, что кто-то брякнул там в интернете, начали раскручиваться. Все эти вопросы вышли на интересные моменты. О чем это говорит? Говорит о том, что мы начинаем потихоньку успокаиваться. Все у нас хорошо после 2020 года. Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти, сведомые, это враги, понимаете? Это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг. И создают тут проблемы. Они все время будут крутить, мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане, это мое поручение госсекретариату и вам, как госсекретарю, всех, кто ответственны за исполнительскую дисциплину. Мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере, и в экономике у нас проблем хватает. Все больше и больше получаю информации, что те беглые, их родственники тут залегли тихонько, отлежались. Сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денег поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете. Для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно, чтобы знали. Поэтому вот по этим вопросам вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Если необходимо, а это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, прежде всего вопросам обороны нашего государства. Через неделю, чтобы вы были готовы, когда я вернусь с командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие на базе Министерства обороны. Спасибо.